Здравствуйте, коллеги! Представляю вам нашу секцию. Секция только для агентств. Вы читали это в программе. Скажите, пожалуйста, есть ли в зале клиенты? Поднимите руку, кто является представителем клиента. Класс, их нет. Можем обсуждать наши тайны. Итак, у нас, наверное, самая живая секция сегодняшней конференции. Не побоюсь заявить это. У нас представители крупнейших агентств. И собрали мы их под знамена, так сказать, Мэрилен. Мэрилен – это платформа для автоматизации агентского бизнеса. И мы в самом последнем докладе расскажем вам о ней чуть побольше, если вы о ней ничего не знаете, чтобы вы просто хоть что-то узнали. Значит, представляю вам наших спикеров. Это Руслан Кадатчиков – Дельта Клик. Это Федор Крыглов – iContext. Это iProspect или iProspect. Илья. Илья Кузьмин – ePromo. Маша Перфилова. И, наконец, Мэрилен Дмитрий Пантелеев – директор по развитию системы. Мы расскажем вам удивительные вещи. Коллеги, может быть, вы были сегодня на стартовой секции? Были вы или нет? Давайте проверим, агентство ли вы. Скажите, пожалуйста, РСЯ растет или падает? Можете ответить на этот вопрос? Правильно. Вы агентство. Действительно. Так вот, нам всем говорили что-то про агентский бизнес в самой первой секции. Говорили, что все агентства выживут, потому что у них очень большой кусок рынка. В общем-то, мы тоже знаем, что мы выживем. Но не только потому, что у нас большой кусок рынка, правда же, коллеги? А потому что есть, например, сервисы, которые помогают агентствам быть эффективными. Ну, например, Мэрилен, да? И есть некоторые приемы, которые ребята используют в своей работе, в работе своих агентств и в своем бизнесе. И именно этим мы хотим с вами сегодня поделиться. Поэтому разрешите мне, пожалуйста, представить первого спикера. Это Руслан Кадатчиков. Директор по развитию Дельта Клика. А, пожалуйста, слушайте внимательно. У него самый, по-моему, вот из всех докладов, которые вы слышали до этого, он лучший. Отлично, микрофончик у меня. Я очень рад, что здесь собралась целевая аудитория, люди в теме. И на самом деле у меня не столько доклад, какие-то мы откровения сделаем. Во многом это наше видение развития. И на самом деле это дискуссионная тема, потому что я хотел бы услышать в том числе и ваше мнение, как вы видите. Выживут ли агентства, как они будут развиваться и так далее. Мы, конечно же, самое крупное агентство с точки зрения, наверное, географии. У нас есть филиалы в Екатеринбурге, Новосибирске, Челябинске, Пекине. И, вы знаете, я приехал, на самом деле, к вам погреться, потому что у нас сегодня снег в Екатеринбурге. Да, вот, сегодняшняя тема доклада – это созидательное разрушение для диджитал-агентств. Во многом она говорит о том, что выживут ли агентства или нет. И наверняка, само по себе вы знаете, что такое определение, как созидательное разрушение, еще было введено в свое время и популяризировано Шумпетером. И говорит о том, что, вообще-то, крупняк, он не выживет, если не начнет меняться. Причем не начнет меняться революционно, а не как-то эволюционно. При этом, на самом деле, важно в процессе этой революции сохранять свои бизнес-процессы. Ну, давайте подумаем вообще, выживут ли агентства, да, и как им необходимо меняться. Наше видение заключается в том, что рынок меняется. Эти все вещи наверняка уже все слышали неоднократно, все прекрасно понимают, какие тренды двигают рынком. Ну, первонаперво, все мы с вами хотим использовать данные, их много на рынке, но не всегда мы понимаем, как их использовать, да. Дальше, мы прекрасно с вами понимаем, что доступными становятся технологиями. Есть большое количество решений, не обязательно нужна своя разработка, которой вы можете пользоваться, там, предоставляя автоматизированные расчеты, предоставляя систему управления ставками, например, да, это некий анонс последующих докладов. Дальше, мы прекрасно понимаем, что многие платформы становятся селс-сервис, и рекламодатели уже могут, в принципе, не обращаться к агентствам. Они могут смело работать самостоятельно с кабинетами, работать с отчетами, и здесь действительно дискуссионный вопрос, как в этой ситуации агентством быть. Дальше, мы прекрасно понимаем, что меняются бизнес-модели, в том числе меняются бизнес-модели на рынке рекламы, и наверняка в ближайшее время появятся на рынке рекламы, в том числе и решения в виде неких агрегаторов платформ, по типу Uber на рынке передвижения, по типу, не знаю, marketplace на рынке объявлений. То же самое наверняка случится в скором времени и на рынке рекламы. Дальше. Самое важное, наверное, с чем мы сталкиваемся, клиенты становятся продвинутыми. Рекламодатели во многом настолько в теме, что многие агентства не понимают, чем удивляют. Рекламодатели знают инструментарий, обладают определенной экспертизой, и здесь на самом деле возникает вопрос, как агентством в этой ситуации действительно выживать. Ну и, наконец, многие рекламодатели, мы часто с этим встречаемся, даже в отношении крупных рекламодателей, не доверяют агентствам. Они думают, что агентства получают где-то обратную возвратную комиссию, где-то зарабатывают чуть больше, что-то утаивают, где-то нагоняют фродовый трафик, ну и так далее. Как в этой ситуации жить? Вот в рамках этого доклада я хотел бы сказать о двух решениях. Наверное, это изменение, трансформация экспертизы и трансформация, все-таки, наверное, революция, с точки зрения автоматизации. Экспертиза. Как она должна меняться? Первонаперво, как я уже сказал, многие инхаус отделы в рамках рекламодателей уже намного продвинутее, чем агентства. Они используют тот инструментарий, который используем мы. Они обладают порой большей отраслевой экспертизой, чем мы, но на самом деле у агентств здесь есть определенное преимущество. С чем же оно заключается? Первонаперво, конечно же, рекламодатели научились работать с определенными инструментами, и этому достаточно. Они обеспечат определенный бизнес-результат. Но на самом деле у агентств есть знания, но тех инструментов, которые не использует рекламодатель. И каким бы эффективным ни был рекламодатель, все равно есть инструменты, которые они не используют. И по определенной статистике лишь 2% самых прогрессивных рекламодателей используют все абсолютно самые прогрессивные инструменты. То есть в этом отношении все-таки агентства имеют определенную конкурентоспособность. Дальше, самое интересное, это низкая вовлеченность внутренних отделов рекламодателей. Да, в рамках крупных компаний, федеральных компаний есть отделы маркетинга, есть отделы интернет-продаж, есть отделы дистанционных продаж, неважно, как они называются, но вовлеченность одного и другого отдела, они крайне низкие могут быть. Например, отдел маркетинга может запланировать какую-то активность, ему необходимо решить определенные задачи, но необходимо решить определенные задачи, они дают это задание отделу дистанционных продаж, интернет-маркетинга, а он решает это с помощью обеспечения низкого CPA. И, соответственно, один и другой отдел не коррелируют, они не взаимодействуют, и в итоге задачи не решаются. С этой точки зрения агентство, конечно, видит всю ситуацию более системно и, соответственно, имеет большую конкурентоспособность в этом отношении. Ну и, наконец, часто отделы, которые есть у рекламодателей, часть отделов занимается оффлайновым планированием, часть онлайновым планированием, и здесь, опять же, есть преимущество у агентств, это все-таки умниканальные решения. Какое наше видение развития ситуации? Мы все прекрасно понимаем, что на рынке какое-то время назад сформировалось агентство, трансформироваясь с точки зрения инструментальной экспертизы. Появились агентства, которые занимаются только мобайлом, появились агентства, которые занимаются только контекстом. Постепенно все это стало перерастать в отраслевую экспертизу, в отраслевую специализацию, и стали агентства специализироваться, допустим, на продвижении только недвижки, автодилеров и так далее. Но наше видение, что все-таки должны появиться агентства, которые будут заниматься и обладать аудиторной экспертизой, и заниматься отраслевой специализацией. Допустим, если вы знаете высокобюджетную аудиторию, соответственно, будете работать с брендами, которым это надо. Вы знаете только эту аудиторию, вы знаете ее поведенческие паттерны, вы знаете точки контакта, инструменты, которые с ними работают. И, соответственно, здесь вы можете работать, неважно, это будет недвижка, автодилеры, неважно, это будет ювелирка, фарма, либо еще что-то, в данном случае вы знаете, как работать с этой аудиторией и работаете с этим набором брендов. Это наше видение ситуации, наверняка это очень дискуссионно, я надеюсь, что вы здесь меня завалите своими вопросами и будете троллить. Следующее возможное решение, как агентством выживать и как это будет происходить в ближайшее время, это автоматизация. И здесь все мы пытаемся меняться, мы пытаемся настраивать систему автоматических отчетов, но на самом деле не все на рынке есть из готовых решений, что нужно агентством и что нужно клиентам. Мы прекрасно с вами понимаем, что есть некий идеальный рекламный продукт, состоящий из рутинных процессов, креативных процессов, стандартных решений. Но на самом деле мы как агентство, находясь в условиях ограниченных ресурсов, когда у нас ограничен бюджет, у нас с вами ограничено время, делаем скорее всего вот так. Мы готовы быстро сделать всего лишь 30-60% от стандартного, идеального рекламного продукта. И на самом деле остальное теряется, просто невозможно. И вот если мы проводим автоматизацию, мы у себя в агентстве проводим, то именно за счет этого вы выдаете 100% рекламный продукт. То есть часть операции вы автоматизируете, людям вы оставляете наиболее уникальные сложные задачи. При этом не происходит удлинение сроков реализации проекта, при этом вы не перекладываете вот эту добавленную стоимость на рекламодателя. То есть вот что дает в принципе автоматизация. И на самом деле здесь возникает вопрос, так давайте всех людей увольнять, давайте полностью автоматизируем все процессы, все будет управляться машинами, ставки, таргетинги, аудитории и так далее. Но на самом деле здесь невозможно полностью уйти от людей, потому что теоретические изыскания показывают, это данные Boston Consulting Group, то что да, действительно, человек в процессе работы, оптимизации над рекламной компанией дает определенный прирост эффективности. Если мы полностью автоматизируем, то в среднем по рынку получается, что около 20% прирост эффективности рекламной компании. Но если здесь добавляется человек, то это еще плюс 15%. То есть в условиях больших данных действительно машины помогают, автоматизация помогает, бигдата помогает. Но когда вы работаете в условиях малых данных, когда вы работаете в условиях чистого листа, когда необходимо вносить гипотезы, здесь на самом старте человек справляется лучше. И поэтому наше видение ситуации, конечно же, автоматизация есть, она должна поглотить около 70% всех операций в агентстве, но человек должен остаться. И об этом говорят данные с точки зрения эффективности. Что же планируем мы? Действительно на рынке есть большое количество готовых решений, которыми мы пользуемся. Мы не стопроцентные хардкорщики, мы не хотим заниматься полностью своей разработкой. Действительно около 50% того, что мы планируем использовать в агентстве, мы будем брать с рынка. Но на самом деле есть большое количество задач, которые не решаются текущими продуктами. В этой связи мы у себя в агентстве, предвидя, как будут меняться агентства, сформировали отдельное направление в рамках нашей рекламной группы, состоящей из 20 специалистов, которые занимаются разработкой решений в области искусственного интеллекта, в области анализа данных и так далее. И мы готовим рекламные продукты, которые во многом нужны для обеспечения оптимизации внутренних процессов, но во многом это будет требование рынка в ближайшее время. Что, например, нет на рынке? И что бы мы хотели бы увидеть? Ну, например, да, действительно, есть системы управления ставками, я уже на четвертый раз об этом говорю. Есть, например, системы автоматизации отчетов. Но если у вас есть накопленная экспертиза по той или иной отрасли, если у вас какие-то есть стратегии, которые вы разрабатывали в отношении тех или иных отраслей, во многом они сформированы в головах стратегов, в головах экспертов этого рынка. Но мы бы хотели бы увидеть на рынке решение, когда стратегия, некая экспертиза, она автоматизирована. То есть есть некий продукт, в котором уже занесена отраслевая экспертиза, аудиторная экспертиза. И если приходит тот либо на рекламодатель, и вам достаточно всего лишь внести определенные параметры. Например, достаточно внести бюджет, достаточно внести срок рекламной кампании и задачу, которую вам надо решить. И, конечно же, отрасль. И вам выдается готовый медиаплан, который основан во многом на экспертизе, которая зашита в эту машину. Вот этот продукт нам бы хотелось бы увидеть. То, что мы смотрели на рынке, те наработки, которые есть, их, к сожалению, нет. И вот в этой связи все-таки действительно агентства становятся технологичными, и мы не исключение. Мы к этому движемся. Какие же проблемы автоматизации есть на рынке? Действительно, агентства во многом сейчас более продвинуты, чем рекламодатели. Они сильно конкурируют. У всех есть свои продукты, свои решения. Они во многом становятся драйверами рынка. В этой связи им приходится порой приходить к рекламодателю и обучать тому, что у них есть. Они говорят, слушайте, ну вообще мы готовы не просто скидывать вам эксельку с отчетом, мы готовы в режиме реального времени показывать результаты рекламной кампании. Да, и мы наблюдаем определенный диссонанс. Порой агентства более развиты, чем клиенты. То есть мы видим, что бизнес порой хочет решения, которым формально не готов. И во многом, конечно же, по нашему ощущению, стоперами развития рынка является отсутствие каких-то стандартов, автоматизации стандартов работы на рынке. И в этой связи, конечно же, мы видим, что каждое агентство варится в своем мире, каждый что-то разрабатывает. Но именно эти бы стандарты развития рынка хотели бы увидеть. Возможно, коллеги расскажут что-то, что есть у них, что-то, что, возможно, потенциально станет стандартом, но, к сожалению, пока мы на этом рынке не видим. И это наше чистое мнение по развитию, по будущему агентств, тому, что у нас происходит в агентстве. И я бы хотел слушать ваши вопросы, либо чтобы вы поделились мнениями, а как у вас. Ну, мы должны, наверное, все вместе здесь, пока рекламодателей нет, как раз выработать, возможно, эти стандарты рынка, которые хотим увидеть. Правильно, поддерживаю. Все, спасибо большое, я уложился. Браво, спасибо большое. А теперь я представляю вам следующего нашего спикера. Федор Круглов, iContext, одно из крупнейших диджитальных агентств. Друзья, привет. Знает перформанс-агентств, да. Знает про рынок больше, чем все мы вместе взятые. Поэтому приветствуем, пожалуйста, Федора. Не больше, чем все взятые, но так и иначе достаточно много. Но много. Смотрите, дело в том, что на самом деле я думаю, что будет правильно, если мы начнем рассказ о том, как мы будем жить дальше с какой-то ретроспективы и сделаем несколько шагов назад. И будет несколько тезисов, в которых я постараюсь рассказать, как мы пришли к тому, где мы находимся сегодня. Значит, смотрите, ну первая история и первый тезис – это такая историческая дата, как сейчас принято говорить. Мы в 2015 году делали достаточно аккуратный прогноз по поводу того, как будет расти перформанс-категория. И вообще мы, в принципе, пришли к тому, что по идее надо выработать представление и понимание о том, что есть перформанс, что это не просто контекст и не какая-то отдельная задача внутри контекста, а что это микс каналов, и что этот микс каналов, он как бы развивается от года к году и расширяется. И, по сути, определили, что есть два направления. Есть брендинг и есть перформанс. Брендинг, он решает все то, что связано с креативом и интеграцией этого креатива в контент, а перформанс – это, по сути, вся та, все эти инструменты и вся та обвязка, которая, собственно, позволяет рекламодателю достичь какого-то осязаемого и просчитываемого результата. Значит, смотрите, наши прогнозы, мы, собственно, как бы привели здесь данные, которые собрали вместе с Акаром и которые, как бы, проработали сами. В общем, ну, мягко говоря, ошеломляющий. За, собственно, семь лет динамика в перформанс-категории практически 700%. Это, ну, невероятные цифры. Брендинг, в общем, тоже движется с абсолютно очевидным сценарием роста. 350% роста – это, ну, заметная величина. И, ну, поскольку я представляю одно из крупнейших перформанс-агентств, я, наверное, подробнее буду останавливаться на этом и, собственно, рассказывать, как мы внутри этого живем и какие факторы влияют на жизнь перформанс-агентства. Ну, собственно, чтобы понимать, из чего перформанс состоит, на самом деле, вот в 2010 году, это начало графика, мы видим то, что вот это вот красное поле, это подавляющая доля перформанс-инструментария была внутри контекста. И, по сути, не было какого-то деления. То есть, если перформанс, это равно контекст. На сегодняшнем, на самом деле, мы видим, что соцсети по доле своей очень приблизились к контексту. И вот проценты роста – это проценты прироста от года к году. И мы видим, что они продолжают расти. Я думаю, что в следующем, в какое-то ближайшее время, к следующему году, мы подготовим подобный слайд, в который уже включим медийные инструменты и покажем, какую долю медийных инструментов, там, при слову-то онлайн-видео, классическая медийка, занимает внутри перформанс-микса, потому что они начали появляться, и они неизбежно становятся теми инструментами, с которыми мы работаем. Это, по сути, тезис первый про то, что есть перформанс сегодня, из чего он сложен. И тезис второй, он вот про что. Дело в том, что мы, входя в любой тендер, у которых происходит великое множество, мы видели, что рекламодатель, приходя в агентство, старался проводить тендер по такой, скажем, медийной методологии. То есть нужно, чтобы клик был дешевле, CPO ниже, агентская комиссия была равна нулю. Это такая, в общем, как бы, ну, каждый это слышал. Значит, мы говорили о чем? О том, что внутри перформанс-категории такая система не работает, потому что мы видели несколько тендеров с грустными итогами, когда вот это все проходило по классической медийной модели, и рекламодателям приходилось достаточно долго выбираться потом из тех оказий, в которые они сами себя разместили. И мы совместно с ИАБом в 16-м году говорили о том, что в реальности нужно формировать новую методологию и методику проведения перформансного тендера, где метрики и значения должны быть другими. И это, безусловно, акцент на том, что агентство должно понимать бизнес клиента и должно формировать верные KPI совместно с клиентом, агентство должно обосновывать и объяснять стоимость команды, ту, которая выдвигает на сервис по проекту. И те технологии, тот технологический стэк, я на самом деле в этом смысле абсолютно инлайн с тем, что рассказывал Руслан по поводу того, что технологии становятся неизбежной и неотъемлемой штукой, и мы об этом поговорим позже. И на самом деле, ну, сюжет в том, что в реальности мы видим что? По великому множеству клиентов, по великому множеству тендеров мы видим что? Что подавляющее большинство клиентов приняли эту модель, и они сказали, да, на самом деле это круто и клево, но мы видим, что есть некая инертность в бизнесах, и есть рекламодатель, который по-прежнему живет вот этой старой методике тендера. Сегодня это не выигрышная история, и вот скорее вторая, ну, скорее вот новый метод – это win-win история. И так мы, в общем, подбираемся к тому, что в реальности сегодня есть агентство, что продает агентство. Значит, ну, по сути, наверное, это два таких больших и важных вектора. Это та команда и те технологии, которые есть внутри. Когда мы говорим про команду, мы, безусловно, говорим про то, что есть экспертиза, есть экспертиза, накопленная по колоссальному количеству категорий, по колоссальному количеству направлений и инвентаря. Мы говорим о том, что это всегда возможность масштабировать команду, причем как в большую, так и в меньшую сторону, потому что мы наблюдаем, в общем-то, разные векторы и сюжеты с бизнесом, мы видим где-то рост, где-то снижение. Безусловно, мы говорим про то, что команда – это… Ну, как бы есть такое расхожее восприятие, что команда – это руки. Нет, на самом деле, в дне сегодняшнем, это, конечно же, голова с руками, потому что ровно та голова, в которой аккумулируются знания, знания по предмету и является, на самом деле, тем инструментом, который решает клиентскую задачу. Ну и, конечно же, команда агентства всегда находится на самом быстром и самом коротком доступе к новым продуктам, к новым технологиям, и это неизбежно тоже плюс агентства. Ну и технологии – это такой второй большой блок и пласт. Это история про что? Дело в том, что мы понимаем, что сегодня перформанс-категория не может работать и не может жить без оптимизационного инструмента. Это их великое множество, и это неотъемлемая, неизбежная часть нашего бизнеса. И понятно, что мы становимся в реальности, скорее, любое агентство будет выигрывать, если будет становиться технологической компанией. Безусловно, агентство обеспечивает первичный запуск и настройку компании, и это одна из самых главных стартовых точек, потому что ровно идея, в чем неправильно запущенная, неправильно настроенная первичная компания, как правило, приводит к грустным результатам, когда рекламодатель говорит, что-то у меня не то, не растет у меня правильно. Это вот та штука, которая как раз находится на стыке людей и технологий, и людей, которые работают с этими технологиями. Да, безусловно, это отчетность во всех мыслимых и немыслимых ее формах. И уж у нас порой бывает, что на одном клиенте мы видим 5-7 разных видов отчетности, потому что внутри клиента, собственно, абсолютно верно, тоже подмеченная Русланом история, внутри клиента есть колоссальное количество департаментов, и каждому нужна отчетность в своем удобном виде, в своей удобной форме. И исследования. Исследования, на самом деле, они уже больше становятся историей про технологии, потому что это уже становится в меньшей степени… То есть, оставаясь деятельностью научной, это становится в том числе деятельностью технологичной. Ну и знаете как, вот тут штука какая, что да, это все здорово, замечательно, но при этом у нас есть, конечно же, какие-то внешние факторы, которые так или иначе влияют на то, как развивается агентство, как развивается агентский бизнес. И, наверное, вот в завершении этого тезиса я хотел бы сказать, что мы все прекрасно понимаем, как и каким образом складывалась экономика любого агентства. Что в этой экономике, безусловно, была какая-то часть прибыли, которую агентство получало от площадок. И на самом деле мы неоднократно поднимали вопрос о том, что по-хорошему, вот смотрите, мы живем в таком бинарном мире. У нас с одной стороны есть законы, а с другой стороны есть обычаи. И вот когда, допустим, мы работаем с любым зарубежным партнером, мы прекрасно понимаем, что есть закон, вот в законе написано, что мы работаем так, так и так. И мы как бы, мы с этим согласны, мы с этим не спорим. Любой локальный игрок, это, как правило, история и про законы, и про обычаи. И вот на самом деле, ну как бы это такой немножечко смешной сюжет. Значит, ну мы все прекрасно знаем, что на 19-20 год Яндекс вышел с инициативой про новые условия для агентств. Значит, что во всем в этом удивило? На самом деле, как бы нельзя сказать, что это было чем-то неожиданным, и мы не знали, что это случится. Мы прекрасно понимали, что рано или поздно это будет происходить. И скорее лучше бы это произошло раньше. Но сюжет вот в чем? Я думаю, что это произошло все в какой-то очень странной манере и в странной истории. Как бы мы все про это узнали. И мы задали вопрос, а почему бы нам не собраться все вместе вот здесь вот так и не предложить Яндексу рассказать историю про то, что вот смотрите, друзья, вот как бы у нас есть какой-то план, который мы будем реализовывать в 20-21 годы. И мы, наверное, будем как бы идти вот по такому сценарию. И мы просим вас, уважаемые клиенты, к этому сюжету как-то подготовиться. Потому что сейчас получилась забавная штука. По сути, эту функцию и эту задачу, ее так на модели сказали, друзья, идите, пожалуйста, расскажите, что теперь все будет по-другому. Но на самом деле, смотрите, мы, безусловно, мы понимали, что все движется туда. Мы, безусловно, к этому готовились и понимали, что это будет один из тех факторов, который будет влиять на то, как мы будем дальше развиваться. Кроме прочего. А, ну и, соответственно, да, наверное, отвечая на вопрос, как жить. И когда мы говорим про какой-то план на 19-20 годы, мы называем его таким transition period, да, есть несколько тезисов. Первая мысль и первая история в том, что мы, безусловно, за обоюдный эффективный бизнес, и мы говорим каждому рекламодателю, что да, это будет работать только если мы будем вместе понимать, зачем и почему мы это делаем. Вторая штука, что мы, да, мы движемся в сторону технологических решений, мы понимаем, что без этого нам никуда не деться, это наше будущее. Мы выходим за рамки привычных перформанс-каналов. Смотрите, лет 5-6 назад в любом сколько-нибудь крупном перформанс-агентстве было условно 5-6 договоров с площадками, 5-6 договоров с технологическими платформами, и на самом деле это было все. Сегодня внутри нас эти количества исчисляются десятками, и мы понимаем, что мы будем дальше в эту сторону прирастать. И это все приводит к тому, что да, мы формируем новую модель ценообразования, с которой мы выходим в рынок, с которой мы приходим к клиентам, на самом деле находим, в большинстве случаев находим понимание, и нам отрадно то, что клиент начал понимать эту историю, понимать, откуда берется эта цена, ну и все это ведет к чему? К неизбежным трансформациям бизнеса. Тут я хотел бы сказать, что на самом деле, друзья, вот уже даже не сегодня, а вчера, и может быть сильно вчера, уже нужно было бы меняться, и кто начнет это делать сегодня, он еще успеет что-то сделать завтра, потому что на самом деле это такая эпоха, и пора, знаете, как назовем ее, новый диджитал. Он не успел сформироваться, он не успел стать консервативным, он опять становится новым. Кроме прочего, мы видим что? Мы видим колоссальное количество внешних факторов, и одна из, наверное, основных и самых больших наших статей наблюдений, это история про то, что сам рекламодатель меняется. И такая штука, все об этом говорят, мы это видим, мы сами это видим на примере наших же рекламодателей. История про то, что любой клиент перестает быть каким-то одним продуктом и одним сервисом. Любой клиент превращается, любой крупный клиент превращается скорее в экосистему, внутри которой живет колоссальное количество бизнесов, колоссальное количество разных взаимодополняющих штук, и все это ведет к чему? Что вот на примере того же самого Сбербанка, Яндекса, с которыми мы с большим удовольствием работаем, мы видим, что внутри каждого из этих рекламодателей сформировалось колоссальное количество дочерних компаний, которые также являются рекламодателями. Каждый из них собирает и накапливает колоссальное количество внутренних данных. И все эти данные, безусловно, являются той неотъемлемой штукой, которую нужно было бы включать в собственные рекламные компании. И, собственно, это ведет к чему? Мы видим то, что растет количество прямых клиентских сделок с площадками. Это такая неотъемлемая часть этого процесса, потому что многие данные являются неразглашаемой штукой и должны жить внутри рекламодателя. И все это ведет к тому, о чем я уже говорил. Это некий новый диджитал. Ну и знаете как? Смотрите, еще одна штука. Это такое, знаете, из курьезов. Мы каждый день встречаемся с площадками, с технологическими платформами, с клиентами, которые говорят, что да, вот мы сейчас, вот скоро-скоро появится вот эта одна кнопка, которую вот мы нажмем, и все там само будет летать. И все там само будет происходить, делаться. Но в реальности мы понимаем, что, в общем, это, ну, по-хорошему, наверное, скорее пока мечта, и пока это все, увы, не работает. Это пока гипотезы, скорее, о том, как это будет там ближайшие, условно, там год, два, три, может быть, где-то появляться в каком-то виде. И все это предопределяет одну простую штуку, что в реальности на какую-то ближайшую пятилетку роль агентства будет складываться из таких, ну, условно, давайте скажем, из трех блоков, в которых каждый из агентств может проявить себя в той или иной мере. Мы понимаем, что мы пока не готовы остановиться на каком-то одном, и на все три блока смотрим с одинаковым вниманием. Это будет что? Мы скорее будем из рук превращаться в головы, и, безусловно, мы будем приходить к чему? Потому что первая и самая понятная и простая штука – это аудит прямых клиентских сделок. Потому что, ну, в реальности проходит год-два вот этой прямой клиентской сделки, и у клиента пропадает бенчмаркинг, а правильно ли я делаю, а верны ли цены, а туда ли я движусь. Поэтому аудит – это будет неизбежно той доходной статьей бизнеса агентств, и мы все будем этим заниматься. Вторая штука – это, собственно, стратегии и тактики, на которые сегодня не смотрят, как на что-то, за что нужно платить, но это является самостоятельно разумеющимся, что агентство готовит стратегию. Да, за это придется платить, потому что это та экспертиза, которая живет внутри агентского бизнеса. И внедрение технологий – это ровно та история, которой, безусловно, будут заниматься агентства, потому что на сегодняшний день агентство находится на стыке тех возможностей, которые есть, с одной стороны, с точки зрения технологий, с другой стороны, платформ, площадок и рекламодатели. Значит, вторая такая чуть-чуть более, наверное, научная история – это работа с рыночной аналитикой и с бенчмаркингом. Это тоже, безусловно, важный, интересный вектор, и это, скорее, даже история про какую-то образовательную функцию. Ну и третья штука – это, я на этом уже заканчиваю, третья штука – это история про что? Про то, что агентство всегда, и, в общем, в этом была сила агентства, агентство занималось тем, что стыковывало нестыкуемое. Мы видим большой интерес у онлайн-рекламодателей, потому что происходит в офлайн, и мы видим то, что сейчас вот это вот онлайн в офлайн, и наоборот, история развивается, и развивается очень лихо и быстро. И прикол в том, что любое агентство знает, как это все состыковать. У нас есть несколько прекрасных кейсов на эту тему уже сегодня, и мы понимаем, что мы выступаем в этой роли консалтингом и для селлера, и для рекламодателя, и это тоже тот вектор, в котором мы, безусловно, будем работать. Поэтому, знаете, как нас ждет интересная пятилетка, это будет здорово и круто, и отрадно, что мы вместе с теми изменениями и, так сказать, теми внешними факторами, которые есть в рынке, меняемся и остаемся современными. Спасибо большое, друзья. Спасибо большое, Федор. Знаете, мне очень понравилась от Федора основная мысль, что агентством никуда не деться, только автоматизироваться. И есть много сервисов, которые это делают. Есть Мэрилин, мы автоматизируем много для диджитал агентств, для того, чтобы они работали эффективнее, тратили меньше денег, меньше времени на работу. Сейчас я вам расскажу, сейчас, точнее сказать, не я расскажу, конечно, Илья Кузьмин расскажет из iProspect вам, как автоматизируются они, потому что автоматизировать нужно не только перформанс, не только работу с рекламой, а автоматизировать можно и нужно многое. И в iProspect это сделано совершенно уникально. Ни у кого, по-моему, в России такого больше нет. Слушайте внимательно. Да, всем привет. Всем привет. Да, спасибо, было мощное представление. В общем, меня зовут Илья Кузьмин. Я работаю в перформанс-агентстве iProspect, занимаюсь технологиями и всем, что с этим связано. Да, очень интересные были доклады у коллег. Мой доклад в какой-то степени с ним перекликается, но я думаю, что тут будут еще моменты, которые не озвучивались, потому что немножко больше возможно будет про внутренние процессы агентства. Собственно, хотел бы рассказать о том, как мы функционируем, какие бизнесовые задачи решаем, с какими проблемами сталкиваемся, и как их решаем с помощью технологий и автоматизации, а также как смотрим в ближайшее будущее. Собственно, как, наверное, многие знают, iProspect является частью Dance Ages Network, группы, в которую входят десятки других агентств по всему миру. И то, о чем я сегодня рассказываю, оно, конечно, основывается на тех вводных, которые мы видим внутри локального российского рынка, но надо сказать, что международные тренды и тенденции этому не противоречат как минимум, но скорее даже подтверждают. Собственно, мы видим, что зачастую складывается ситуация, когда клиенты рассматривают агентство как некий свой бизнес-юнит, который помогает им закрывать задачи по продвижению в интернет-каналах, а иногда и какие-то более глобальные маркетинговые задачи. При этом сами клиенты, как и говорили, уже становятся более продвинутыми, у них больше запросов, связанных с качеством услуг, с спектром оказываемых услуг, с технологиями, с различными интеграциями, не всегда тривиальными. Клиенты знают про новые форматы площадок, знают про новые услуги, которые предоставляют площадки. Это, конечно, все здорово, это двигает наш с вами маленький уютный рынок вперед, но есть, как говорится, нюансы. Нюанс заключается в том, что, во-первых, новому бизнесу агентства нужно во всем этом разбираться не хуже, а как желательно лучше, чем сам клиент, чтобы делать качественные предложения для клиента, для решения его задачи. А с другой стороны, клиенты зачастую забывают или хотят забыть, что агентства сами по себе тоже являются бизнесом, и агентство тратит свои внутренние ресурсы на обслуживание как конкретного клиента, так и других своих клиентов, чтобы нормально как бы функционировать. При этом стандартная аргументация о том, что клиенты не должны волновать другие клиенты агентства, не является, на мой взгляд, безапелляционной, потому что, как минимум, из-за этого клиенты получают в свое распоряжение профессионалов, экспертизу этих профессионалов, сотрудников агентства, потому что они работают не только с одним проектом, но и с другими представителями рынка, знают, как применять те или иные инструменты, знают особенности других проектов и могут это все переложить на клиента, который у них обслуживается. Собственно, учитывая то, с какими задачами клиенты подходят к агентству, если не заниматься оптимизацией внутренних бизнес-процессов и не высвобождать ресурсы, то рано или поздно, а скорее рано, агентство скатится к состоянию такого хаоса. Учитывая, что такой хаос мы часто наблюдаем у некоторых подрядчиков, а иногда сюрпризы у самих клиентов, то мы себе такого позволить не можем. Поэтому мы задумываемся об автоматизации бизнес-процессов. Собственно, весь функционал агентства от и до является одним большим бизнес-процессом. У нас есть данные на входе, у нас есть данные в виде оказываемых, измеряемых услуг на выходе, а между входом и выходом есть взаимодействующие друг с другом подразделения и сотрудники, которые выполняют регулярные действия. Соответственно, автоматизация должна быть в любом регулярном процессе. И я более чем уверен, что у всех агентств на рынке она уже в том или ином виде есть. Но главный здесь нюанс в том, что нужно обращать внимание на звенья, которые находятся внутри процессов или которые связывают процессы друг с другом, чтобы на этих стыковых точках не было проблем с тратой дополнительных ресурсов, какими-то ручными затратами и так далее. То есть нужно находить и устранять некие стопперы, которые позволяют действующим процессам функционировать, как это должно быть. Собственно, можно разделять процессы как угодно. Я обычно это делаю по такой схеме. То есть внешние и внутренние процессы агентства, внутренние можно разделить на производственные и структурные. Внешние это взаимоотношения с внешним миром, в частности с клиентом, подрядчиком, а в нашем случае и с фронтальными агентствами, нашими любимыми. Соответственно, производственный процесс – это все, что касается производства продукта и услуг для клиентов, для того, что касается работы руками в рекламных кабинетах, производства рекламного продукта. Структурный процесс – это процессы, которые позволяют функционировать нам как бизнесу, это финансовые и управленческие истории. Сейчас я быстро пробегусь по внешним и производственным процессам и чуть подробнее остановлюсь на структурных. Соответственно, если возвращаться к истории про стоперы, то самый простой пример, который мне пришел в голову и с которым мы в свое время столкнулись, это то, что попадание нового клиента в агентство происходило несколько не таким способом, как это должно быть в идеальном мире. Поскольку у нас есть и внешний мир, и фронтальное агентство, то заявки на новых клиентов приходили не всегда к тем сотрудникам, которые вы должны их обрабатывать, и не всегда в том виде, несмотря на регламенты, брифы и другие классные штуки, в котором хотелось бы их видеть. Соответственно, мы взяли, выкинули, как говорится, все лишнее из регламентов и брифов, сделали стандартную форму заявки, поместили ее в онлайн, научили наших коллег с этой заявкой работать, и самое главное, сказали, что по-другому, никаким образом, к сожалению, приниматься запросы не будут. Соответственно, мы все это запустили в одно русло, теперь это все обрабатывают те люди, которые должны этим заниматься, плюс тут не отмечено, но важный момент, что при таком подходе можно сразу довольно быстро осуществлять прескоринг проекта, под нового проекта, в зависимости от сплита канала, в зависимости от бюджета, в зависимости от рейта сотрудников, которые будут обслуживать этот проект, возможно, и, соответственно, понимать, насколько этот проект для агентства в дальнейшем может быть интересен и как его разрабатывать дальше. Про производственные процессы коллеги уже говорили, и, собственно, на каждой практически первой конференции про них говорят уже последние лет 10, и мне кажется, что многие уже с ними более или менее разобрались. Я абсолютно согласен с тем, что условные 70-80% производственных процессов агентства так или иначе можно автоматизировать, и можно автоматизировать именно с использованием внешних технологий. Почему внешних? Потому что поддерживать внутренние технологии для этих задач довольно дорого и довольно больно бывает, потому что помимо поддержки нужно их развивать, нужно производить постоянное тестирование, то есть, в общем, заниматься продуктом. Это довольно тяжело, на самом деле, это нетривиальная задача и требует довольно больших ресурсов, в частности, ресурсов разработки. Поэтому зачем изобретать велосипед, если уже есть на рынке неплохие решения для всех текущих производственных задач, включая создание рекламы, включая отчетность, мониторинг. Причем эти внешние системы могут позволять экономить до 20-30% времени сотрудников, которые занимаются задействованием производственных процессов. Одна из таких систем, которыми мы пользуемся, это система Merlin. Но могу сказать сразу, что это не единственная система внешняя, которой мы пользуемся. Теперь, что касается внутренних структурных процессов. Тут ситуация более щекотливая, хотя бы потому, что в них участвуют на входе данные, которые влияют на коммерческие тайны. Это управленческие и финансовые данные. Я думаю, у нас, как и у многих, для этого используются коробочные решения, которые развернуты внутри контура нашей внутренней сети. В частности, одно из основных таких решений – это решение на базе 1С. Но 1С… В чем проблема 1С? Кто с ним сталкивался? О том, что это не всегда самая гибкая в мире система и, как правило, не самая понятная для конечных пользователей. Соответственно, такие системы позволяют нам контролировать, что самое главное в агентстве, как в бизнесе, конечно же, деньги. Соответственно, вот эта такая большая диаграмма в устаревшей, в консервативной, я бы сказал, методологии EPC показывает то, как мы работаем с контролем процесса кэшфлоу. То есть частью этого процесса, а именно с дебюторской задолженностью клиента. Раньше этот процесс был выстроен следующим образом. Топ-менеджмент агентства запрашивал отчет у финансистов, которые выгружали его за 1С, обрабатывали этот отчет, потому что в нашем любимом маркетинговом инструменте все перформансы Excel нужно было строить сводные таблицы, делать различные фильтрации и прочее, чтобы понять, что же происходит не по уровню счетов, а по конкретным клиентам с их счетами. После этого нужно было топ-менеджменту взять этот отчет, сделать по нему какие-то выводы, донести до клиента существование проблем либо с просроченной дебюторской задолженностью, либо с тем, что у него скоро что-то просрочится, какие-нибудь крупные счета. После этого получить ответ от клиента в том или ином виде, зафиксировать его как-то и потом в следующей итерации этого процесса еще понять, было ли выполнено обещание клиента в плане оплаты счетов или что-то опять пошло не так. В общем, было довольно много ресурсов затрачивалось на предыдущую историю и не всегда это приводило к желаемым результатам, не всегда все все равно хорошо отслеживалось. В итоге нам это все надоело. Мы реализовали онлайн дашборд, который позволяет вытягивать данные из 1С в свою внутреннюю базу, отображает это потом красиво в виде верхнеуровневых виджетов с проваливанием каких-то различных группировок и грануляций таким образом, что в режиме онлайн практически каждый день можно наблюдать то, что происходит с дебиторкой. Выглядит это примерно вот так. Это верхнеуровневый экран. И более того, учитывая разделение пользователей, которые мы реализовали в этом дашборде, мы можем отдавать даже на сторону клиента, скажем так, условно, его часть счетов, чтобы он мог сам следить за тем, что происходит у него в плане взаимоотношений с нами и мог там, например, в этом же дашборде выставлять либо плановые даты оплаты, либо комментировать что-то, если у него что-то не в плане. Я подхожу к концу. Хотел сказать еще про важный структурный процесс, которым является, естественно, годовое планирование, бюджетирование. И одно из главных моментов годового плана – это понимание того, как, собственно, компания, агентство, как бизнес идет по этому плану. Соответственно, там много очень нюансов с входными данными, да, и опять же они очень состинтитивные, поэтому что мы сделали? Мы сделали внутренний инструмент, который позволяет нам контролировать наш годовой план в разрезе не только по клиентам, но и по подрядчикам, и по сервисам, с которыми мы работаем. И в зависимости от этого прогнозировать наши различные интересные аббревиатуры, типа Jara, GM и прочих бизнесовых показателей, от которых, собственно, и зависит успешность агентства как бизнеса. Чем хотелось бы завершить? То, о чем я рассказал, это не только… Я это рассказал не только для того, чтобы показать, какие мы классные и что мы умеем делать, но и для того, что мне кажется, что такой подход к оптимизации бизнес-процессов и освобождении ресурсов будет являться залогом успеха агентства в ближайшем будущем. Поскольку рынок сейчас активно консолидируется, на рынок выходят крупные игроки из консалтинга, то никак по-другому оставаться конкурентоспособным зарабатывающим бизнесом, кроме как оптимизировать процессы и высвобождать время для стратегических, творческих задач, задач обучения и развития сотрудников и клиентов, ну, по-другому не получится, в общем. Вот, собственно, основной посыл. Спасибо большое. А сейчас вы все прослушали, что у нас, оказывается, в агентствах будет все автоматизировано и кто же будет работать, по всей видимости, роботы, но, может быть, и не роботы. Нам об этом расскажет Мария Перфилова из E-Promo. Кто они такие? Сотрудники диджитал-агентств будущего. Где их взять и как ими управлять? Спасибо. Да, поговорим немножко про людей. Технологии – это все здорово, но все-таки люди живые, они в дальнейшем будут управлять этими процессами. И спасибо за доклады. Эти технологии мы тоже будем применять. Давайте… Вообще, для кого актуальна эта тема про сотрудников? Кто масштабируется? Кто как растет? На что делать? Руки поднимаются, руки поднимаются. Хорошо, почему для нас это стало актуально? Мы за последние три года очень сильно выросли. Мы выросли в четыре раза, и это дало нам основания для того, чтобы работать над нашими внутренними процессами и для того, чтобы работать над нашим HR-брендом. И вот в прошлом году мы заняли второе место в отрасли, именно в диджитал, как лучшие работодатели по версии Headhunter. И заняли 104 место среди всех участников. В этом году мы уже, можно сказать, выполнили план за год. Основные каналы, которыми мы пользуемся, привлечения, конечно же, это прямой поиск. У нас есть HR-директор и HR-менеджер, которые непосредственно просматривают все сайты работ. И у нас есть еще свой лендинг для вакансий. Конечно, это рекомендации. Мы устраиваем конкурсы, устраиваем дополнительную мотивацию для наших сотрудников, которые могут рекомендовать своих однокурсников, одноклассников для того, чтобы прийти к нам в диджитал на работу. И также мы партнеримся с учебными образовательными программами, с университетами или со школами на рынке, для того, чтобы тоже получать кадры извне. Ну и вот это по нашей статистике прямой поиск приводит пока еще самую основную долю сотрудников в агентство. Конечно, мы сталкиваемся с основными, наверное, проблемами, как и у вас в работе, которые нам осложняют поиск, подбор персонала и, соответственно, их внедрение. Но основное это то, что популярность профессии и спрос на рынке, и, соответственно, обучающие программы, они немножко, так сказать, снизили порог входа в наш мир, в мир диджитал. И отсюда есть какие-то, так скажем, узкоспециализированные сотрудники. Например, вот мне часто приходят письма, вот я специалист РСИЯ, я хочу к вам на работу, буду бесплатно вести проекты. Поэтому потом говорю, есть ли у вас опыт в поиске? Нет, я ничего не знаю, ретаргетинг я не знаю, и как бы и все, да? Вот. Ну и отсюда есть про следующую проблему. Это дефицит кадров именно с релевантным опытом и завышенные ожидания. Специалисты приходят с завышенным ожиданием по зарплате, по своему уровню грейда, ну и, соответственно, по задачам, которые они будут решать. И здесь приходится решать эту проблему введением грейдов. То есть мы, например, решили младший специалист, средний специалист, старший специалист, эксперт и руководитель группы. И у каждого из этих, так скажем, уровней, у них есть свои должностные обязанности, уровень знаний, требований и, соответственно, оплата труда. Не знаю, как на Москве, но на региональных рынках очень чувствуется узость самой сферы. И, как следствие, многие специалисты, которые быстро вырастают в должности, они покидают либо регион, либо агентство, переходят к клиенту, и вот с такими проблемами приходится нам работать. Мы для себя выработали три эффективных этапа подбора персонала. Раньше это был один этап. И вот много кейсов. Я в 2016 году провела, наверное, более 500 собеседований, когда мы активно набирали сотрудников. Первый этап – это понимание знаний, вообще адекватности логики. У нас, к примеру, есть такие вопросы на знание математики. Например, квадратный корень из 100. Как вы считаете, сколько процентов отвечает на этот вопрос правильно? Ну, не очень большая. На самом деле, примерно 50% только правильно отвечает. У нас был такой кейс, когда сотрудник… Ну, мы стали собеседовать, как ты видишь себя через год, через два, через три? Он говорит, ну, через год я старший сотрудник, там, старший специалист, получаю 100 тысяч рублей через год. Еще я буду 150, я уже руководитель группы. Еще через два я руководитель отдела, я получаю 200 тысяч рублей. Следующий вопрос – квадратный корень из 100. Ответ неверный. То есть деньги все считать умеют, а математика элементарная не знает. Вот, после того, как мы проводим первый такой уровень знаний, мы отправляем домашнее задание, чтобы проверить знания уже, ну, и самостоятельную подготовку. После этого назначается второе собеседование, чтобы продать этот грейд, потому что зачастую знание сотрудника, его желание на какую-то должность, он не соответствует той позиции, которую он хочет занять. Поэтому продажа грейда – это действительно важный этап. Ну, и следующее понимание, как этот сотрудник у нас будет дальше в компании работать и как мы его можем дальше растить. И у нас есть два правила, которые мы используем. В первую очередь, это обратная связь всем сотрудникам, кандидатам, вне зависимости от того, прошли они собеседование или нет в течение трех дней, и анкетирование, чтобы понять, как у нас эти процессы отрабатывают, что нужно изменить, где нужно что подкрутить. Ну, и, конечно, не все процессы поддаются автоматизации. Часть процессов мы автоматизировали с точки зрения поиска и с точки зрения коммуникации с сотрудниками. Например, мы вывели всю коммуникацию, хранение данных, обратные связи, домашние задания, резюме, повторные обращения в отдельные сервисы, я дальше покажу, и вот в должность. Мы, например, используем Bittrex 24, который позволяет провести сотрудника по всем процессам, по бизнес-процессам в компании и, соответственно, ввести его в полностью весь курс дел до следующих работ. Также подготовительные материалы разработали, чтобы было проще адаптироваться. И у нас есть определенные ритуалы, как мы вводим новых сотрудников в компанию. Например, у нас есть презентация онлайн, которая рассылается всем, и мы еще всех, каждого проводим по всему офису, знакомим, кто чем занимается, как кого зовут, запомни место, где сидит этот сотрудник и так далее. Один из важных, конечно, элементов, это является наставничество. Кто использует наставничество в своих компаниях? Небольшое количество рук. Это очень важный элемент для внедрения сотрудников именно в коллектив, в атмосферу и для того, чтобы понять, насколько они будут быстро адаптироваться под процессы и делать, не знаю, или не делать ошибки. Ну и, конечно же, обучение. Наше время на адаптацию и поиск сотрудников сократилось пять раз. Это нам позволяет достаточно быстро масштабироваться. При этом основной офис у нас находится в Нижнем Новгороде, где региональный рынок недостаточно широкий. Это две программы, которые мы используем для того, чтобы автоматизировать работу HR. Я не буду останавливаться на этом подробно. В дальнейшем получите презентацию, посмотрите тоже. Ну и, конечно, что-то автоматизировать нельзя. На этапе внедрения нельзя автоматизировать никакую коммуникацию. Это человеческий уже фактор, который нужно в работе, скорее всего, направлять, нежели как-то исключать. Ну и когда мы стали составлять портрет наших сотрудников, у нас появилась вот такая вот диаграммка по взрослому. Тоже интересно, кто здесь год рождения до 90-го? Есть? Ага. А после 90-го? А после 95-го? Кстати, тоже есть, я думала, что будет меньше рук, но тем не менее здорово. Вот мы заметили, что наши сотрудники, сейчас очень сильно прирастает доля сотрудников, которые родились после 95-го года. Это молодые, активные, технологичные, молодые ребята, у которых горят глаза, они хотят обучаться и делать больше то, что им нужно. Ну и, собственно, следующий мой поинт – это про поколение. Это очень важно, потому что в дальнейшем на перспективе 3-5 лет мы будем с вами работать не с сотрудниками поколения Y, которые родились после 80-х, а именно с поколением Z. У них, конечно, очень много есть объединяющих таких характерных черт, ну, например, ориентированная на эмоции, ориентированная на свободу, свобода действий, самостоятельность, ответственность. Это люди, которые считают, что они могут изменить мир, у них есть, так скажем, сопричастность, им важна каким-то действием, важность почувствовать. Но если мы говорим про поколение Y, например, они планируют свои действия, ну, например, даже увольнение, они могут его планировать. Поколение Z, они действуют интуитивно и быстро за счет того, что они могут быстро обработать информацию и понять, где ложь, а где, соответственно, правда. Также еще важный аспект – это отношение к ошибкам. Поколение Z, ну, грубо скажу, наверное, выросли на играх, когда всегда можно переиграть, можно откатить или пройти уровень заново. Соответственно, они не концентрируются на том, что вот я сделал ошибку, да, вот все, теперь жизнь, боль. А наоборот, они думают, как улучшить этот процесс, как изменить, как, так скажем, пройти заново этот уровень, чтобы добиться нужного результата, который удовлетворит именно его. Ну и, конечно, низкая концентрация внимания, да, она сократилась на 2 секунды с предыдущим поколением, говорит о том, что они могут больше вникать информации и быстрее ее обрабатывать. Если говорить про отношение к технологиям, то поколение Y их создает, и поколение Z ими пользуется. Они уже не думают, зачем это, они думают, как это адаптировать, для того, чтобы это было эффективно и максимально просто. А если посмотреть по импирамиде Маслова, эти все поколения, то мы увидим, что они находятся на самых высоких уровнях, да, где им важно самовыражение, уважение, признание. И, конечно, если говорить о мотивации, то у таких сотрудников, то не работает, не работает абсолютно материальная мотивация, только если на деньгах построите, что-то должно быть больше. Работа и деньги – это совершенно две разные категории. Авторитарный стиль управления. Если они хотят быть сопричастными к важному, к чему-то действительно стоящему, нужно договариваться. Учитесь этому тоже, если пока не умеете. Абсолютная прозрачность в компании. Для них гарант того, что можно вырасти, можно получить то, что они хотят. Если процессы не прозрачны, если нет системы грейдов, это позволит сотрудникам достаточно быстро вырасти и уйти из компании. И, конечно, если используете старые технологии, им просто будет в какой-то момент скучно. На основе чего нужно делать мотивацию? Я здесь подробно не буду говорить, но основное – это на уровне идей. Это люди, которые хотят изменить мир, и они действительно в это верят. Они используют новые технологии как способ изменения мира, и они хотят создать что-то новое. Ну и еще один важный момент – это про результаты, опять про геймеров. Когда проходишь уровень, сразу дается какой-то балл, дается какая-то звездочка и так далее. Вот эти люди привыкли, как в играх, получать быстрые результаты. Система грейдов, она позволяет им показать их продвижение по лестнице, позволяет им увидеть свой прогресс. Вот это нужно тоже внедрять в свои процессы. Ну и какие тренды мы видим? Мы видим, что обучение, поскольку сейчас очень много онлайн-школ, онлайн-школ в университетах, какие-то есть базовые курсы, но они достаточно небольшие. Мы считаем, что за ближайшее время онлайн-образование, так скажем, стабилизируется, будут мастодонты с проверенным качеством обучения, и появится полноценная специализация в университетах. Про технологии. Мы все-таки считаем, что рутина уйдет, и останутся, так скажем, эти задачи больше на анализе, нежели на настройке. Ну и про мотивацию, про построение команды. Это тоже уже новый такой виток работы с персоналом управления и использования технологий для подбора, например, и курирования. И наши сотрудники будущего, это поколение Z, которым важна свобода, поэтому удаленная локация в перспективе, тоже нужно научиться с ней работать. Это готовые специалисты, которые уже пройдут какую-то базовую подготовку. Рутина уйдет, это будут аналитики, которые будут проверять гипотезы. За счет этого они смогут погрузиться в отраслевую экспертизу. И вот аудиторная экспертиза, мне тоже понравился тезис. Соответственно, будут решать более сложные задачи. Ну и, как мы считаем, это все-таки эра project менеджеров, нежели аккаунт менеджеров или узких каких-то специалистов. Поэтому сейчас уже можно начинать менять свой бизнес именно под новое поколение. Поэтому у меня все. Спасибо большое, Маша. Коллеги, ну я думаю, что у вас какие-то определенного рода инсайты в голове должны были возникнуть, потому что мы, собирая секцию, постарались представить процессы автоматизации агентской с разных сторон. И про персонал. Как мы поняли, что у нас будут работать молодые мотивированные киборги скоро в агентствах. Мы много говорим про автоматизацию, автоматизацию, все будет так хорошо. А как, собственно, это будет, я не вижу у вас в глазах ясности, что конкретно будет происходить. Мы расскажем, вот сейчас расскажет Дмитрий Пантелеев из Мэрилин, расскажет о том, как автоматизируется, собственно, хотя бы одна самая важная агентская часть. Это агентские процессы, управление рекламой. Приветствуйте, слушайте, пожалуйста. Спасибо. Даже лучше так, слушайте на здоровье. Да, да, да. Спасибо всем, кто дождался последнего доклада. Моя презентация будет насыщена достаточно такими эмоциональными картинками. Я надеюсь, она немножко живит нашу с вами дискуссию. Ну, для начала, собственно, я представляю, как уже сказали, платформу Мэрилин. В прошлом году мы выиграли приз от индекса за лучшую систему управления рекламой и очень гордимся этим достижением. Имею достаточно большой опыт работы в агентствах и на стороне крупных площадок, поэтому проблему рутины, проблему процессов, которые возникают на стороне агентств и вызовов, которые они делают на площадку с просьб, помочь как-то в этой рутине избавиться, не после площадки, во всем, собственно, этом я успел повариться. Про автоматизацию. Безусловно, уже набившая, наверное, в ряду процентов людей оскомину это понятие. Очень прочно занял свое место в числе общих трендов, таких как мобайл, таких как видео, таких как бигдата. Мои коллеги, которые до меня поступали, очень грамотно указали на то, что автоматизация – это не только про управление ставками, про непосредственно управлением контентом площадок. Это также большая часть именно связана с управлением личной эффективностью менеджера. Нам привычно всегда ориентироваться на некие тренды Запада. Я для вас попытался собрать некоторые цифры интересные для затравочки с американского рынка, которые до нас, я думаю, дойдут, как и все, что до нас доходит в Запад, я думаю, в течение трех-пяти лет, которые, в принципе, будут интересно ориентироваться. Итак, что мы сейчас на данный момент имеем? Точнее, в Штатах. То есть 29% маркетингового бюджета, именно клиентского, уходит непосредственно на разработку технологии, так называемой мартех. То есть это могут быть технологии, связанные с агрегацией и утилизацией данных для принятия последующих важных решений по оптимизации рекламных кампаний. Это могут быть технологии, связанные непосредственно с увеличением персонифицированного таргетинга. Эти технологии могут быть связаны непосредственно с масштабированием креативов для более удобной загрузки на различные каналы. Собственно, к 2020 году прогнозируют непосредственно то, что 86% всего трафика будет обходить на объявления, которые генерятся автоматически с помощью автоматических алгоритмов. И еще важный тренд – это то, что на западном рынке все больше приобретает популярность модель. При подготовке коммерческого предложения для клиента агентства основывается на почасовой модели. То есть непосредственно погружение в систему автоматизации позволяет более грамотно рассчитать трудозатраты и на выходе предлагает уже в коммерческом предложении это учитывать. Но, собственно, у нас что происходит? Что мы сейчас имеем? Мы с вами все живем, работаем в очень конкурентном рынке. Если мы посмотрим в Москву, далеко ходить не надо. У нас в Москве более 300 агентств осуществляют свою деятельность. Это не говоря о армии фрилансеров-директологов, которые так или иначе ищут своих клиентов. Количество рекламных каналов постоянно увеличивается. Меняются типы креативов, которые обладают дополнительными метриками, которые также надо анализировать. Но, безусловно, уже не раз сегодня упоминали, комиссии постепенно снижаются, что заставляет также ломать голову, как же существовать на этом рынке. Собственно, вслед за комиссиями у нас снижается маржинальность. Как правило, агентства зависят от двух-трех бюджетнообразующих клиентов, которые мало того, что они постоянно хотят все больше и больше, и лучше, и лучше, и быстрее, так они еще имеют свойство тендериться. То есть клиента, который мы ведем сегодня, для которого готовим стратегию коммуникации, абсолютно нет уверенности, что этот клиент с нами будет через год. То есть мы вынуждены будем заново проделать всю эту процедуру. Собственно, все это выглядит следующим образом, что агентства вынуждены так или иначе перетягивать клиентов друг от друга, выражаясь языком нашего любимого Кови. У нас просто фактически не остается времени нашу пилу точить, повышать нашу экспертизу, потому что большинство специалистов в агентствах вынуждены погружаться в эту рутину, так или иначе тратя свое время на подготовку предложений для клиента. Что же делать с такой ситуацией? По сути, мы с вами сидим на деньгах. Нужно только посмотреть, где можно, в каком моменте нас оптимизировать. То есть с чего начать? Необходимо составить карту процессов, которые происходят в организации. Илья показывал достаточно детальную, но не всегда полную. Нужно оценить по каждому этапу временные затраты. Собственно, попробовать под каждый из этих этапов использовать технологические решения. Благо на рынке их сейчас достаточно много. Измерить этот результат. И, собственно, данная процедура должна быть у вас циклической. То есть в утрированном виде я там представил, вот он в таком, я не претендую на то, чтобы эта карта была единая для всех. У всех своя специфика бизнеса, но, тем не менее, эту карту можно нарисовать. Чтобы не быть голословным, я хочу сказать, что уже готовы решения по большей части из данных процессов. То есть это непосредственно все, что касаемо запуска, все, что касается отслеживания KPI и, собственно, непосредственно подготовки отчетности. Живой кейс. Мы все привыкли ориентироваться на цифры. Мы с нашими партнерами делаем регулярные замеры. Кто считает такое возможным, пример одного из наших партнеров. То есть мы попросили замерить время, которое уходит на те или иные процессы. Вот я только часть из них указал, которая, думаю, будет всем понятно. Сколько в минутах уходит на тот или иной процедуру. И потом замерить этот же процесс после использования системы автоматизации. В данном случае пример для вас – это на примере одного клиента, одной работы команды. То есть команда из шести человек за месяц удалось оптимизировать пять часов работы этой команды. То есть временные затраты снизились в три раза. Если пересчитывать на данные по зарплате, то есть Акар, каждый из себя посчитает в своей организации ставки. То есть примерно мы экономим на одном клиенте в месяц, команда в среднем экономит до 20 тысяч рублей. Это только один клиент. Поэтому я призываю вас пробовать, разбираться, все-таки посмотреть, что у вас происходит с бизнес-процессами внутри и что они занимаются, сколько времени. Спасибо. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...